Недолго нам пришлось думать над тем, почему микрокредитные организации могут нарушать закон и при этом не нести никакой ответственности. Статья 214 Уголовного кодекса Республики Казахстан предусматривает уголовную ответственность за незаконную микрофинансовую и коллекторскую деятельность. В чем подвох? Сейчас я зачитаю диспозицию данной статьи и вы в принципе все поймете. Осуществление предпринимательской деятельности, банковской деятельности, банковских операций, микрофинансовой или коллекторской деятельности без регистрации, а равно без обязательной для такой деятельности лицензии, либо с нарушением законодательства Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, а равно занятия запрещенными видами предпринимательской деятельности, если эти деяния причинили крупный ущерб гражданину. Вот здесь стоп, ребята. Крупный ущерб гражданину, организации, либо государству по статье 214 содержится в статье 3 Уголовного кодекса. Не отходя от кассы, давайте глянем и посмотрим, сколько же это на самом деле денег. Статья 3. Разъяснение некоторых понятий, содержащихся в настоящем кодексе. Под пункт 2. Значительный ущерб и значительный размер в статье 214 означает количество товаров, стоимость которых превышает 2000 месячных расчетных показателей. 2000 МРП на сегодняшний день составляет порядка 5 миллионов 834 тысячи тенге. Итак, мы все с вами уяснили, что крупный ущерб в статье 214 составляет 5 миллионов 834 тысячи тенге. Читаем дальше. Все деяния в 214 статье должны причинить крупный ущерб гражданину, организации или государству, либо сопряжены с излечением дохода в крупном размере. Наказываются штрафом в размере до 2000 месячных расчетных показателей. А вот здесь вот парадокс, ребята. То есть нанес-то ущерб в 2000 МРП, получил наказание в виде штрафа в размере 2000 МРП. Не кажется ли всем нам, что данная уголовная ответственность, мягко говоря, мягкая для таких финансовых акул? Микрофинансовые организации, как мы все смели наблюдать в прошлом нашем видеоролике, распоряжаются миллиардами тенге. Что для них 2000 МРП? Это почти 6 миллионов тенге. Закон, потому что безработный, понимаешь? Он как бы есть, но почему-то и не работает. И вот это вот и вопрос. Ну, с такими гуманными законами в нашей стране можно хоть каждый день нарушать, выдавать займы, подделывать договора займов, начислять бешеные процессы. И просто понимать, что никто никогда их за это не привлекет, потому что ущерб никогда для простого гражданина у микрофинансовой организации не достигнет 6 миллионов тенге. Они все выдают займы в размере до 50 месячных расчетных показателей, до 150 тысяч тенге. О каком 6 миллионном ущербе может идти речь? Ну, грех не работать с такими законами, честно говоря. Вот вам сайт, вот вам возможности выдавать эти кредиты, понимание, что ничего за это не прилетит. Поэтому они зарабатывают как могут, а ваша задача знать, что они на этом зарабатывают как могут. Это все, что хотели мы сказать к этому часу. Если вам нравятся вот такие выпуски, пишите обязательно об этом в комментариях, делитесь этим видео. И мы будем выходить с вами на связь чаще. Всем спасибо за просмотр, всем огромной удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok